Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно!» Канал «Якутя-24». С вами Пётр Цыпандин. Мы находимся в ресторане «Лейзи Кинг». За мной, как обычно, Семён Тарбахов. Здравствуй. Приветствую. И к нам сегодня в гости пришла Елена Старостина, Хатон Орлы. Вокалистка, мелодистка, автор песен отличной культуры Республики СХ Якутия, заслуженный деятель искусств России. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь с Семёном. Здравствуйте, Семёнов. И всегда забываю это сказать, поэтому скажу сразу. Спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. И мы нашу передачу называем «Кулинарное ток-шоу». Мы будем разговаривать, готовить. С чем вы к нам сегодня пожаловали, что будете готовить? Наступило лето, поэтому сегодня кабачок с фаршем, с огурцами, помидорами. И летний вариант – это будет мармелад, сок, ну скажем, из фруктов с мёдом. Это коктейль, да? Лимонад. Лимонад. Ага, хорошо. С чего начинаем? Ну, видимо, это какое-то второе получается, да? Горячее блюдо. Как горячее основное блюдо? В духовке. В духовке. Хорошо. Ну, то есть я смотрю, вы подготовили противень, точнее Семён для вас подготовил. Я помню, видел, что вы до передачи общались, советовались. Да. С чего начинаем? Начинаем с основного блюда. У нас здесь два кабачка. Мы их будем разрезать. На противень мы поставим, естественно, с перцем фарш, огурцы, помидоры свежие. И, конечно, украсим это сыром. Чей рецепт? Рецепт, честно не знаю, но он очень хороший для всех хозяюшек. Ага. Почему выбор пал именно на это блюдо? Потому что... То есть это блюдо, которое вы любите сами готовить, либо сами любите? Да, у нас семья очень любит. И, конечно, это витаминный, летний. Ага. Вот так, да? Да. Хорошо. Странный вопрос, но вы любите кушать вообще? Не особо, но смотря что и когда. Ага. Хорошо. Давайте приступаем. Все. Ну, то есть вы... Берем, да, берем кабачок. Да. Семен Буев может два помогать. И очень простенько все убираем. Если очень хотите, можно, я могу помогать, но я тут стою для того, чтобы вопросы задавать. Хорошо. И поэтому сразу первый вопрос. Елена, пожалуйста, расскажите немножко, такая визиточка, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Я родом из Татинского Улуса, выросла в замечательном Улусе, где родились очень много наших великих, писателей. Таким образом уже... Очень громкий, звонкий, поставленный голос. Насчет поставленного, это с годами, конечно, когда учимся. И вот таким образом мы разрезали наш кабачок. Теперь вот готовый уже, я сделала, чтобы быстро все было. Готовый фарш, мы его пополам уже сверху положим на кабачок. А фарш подойдет любой или у вас какой фарш? Любой на свой вкус, свой вариант. У нас сегодня говядина. Да, он уже готовый. Солить перчить не надо? Ну, сверху мы просто где помидоры и огурцы будем солить и перчить. Берем пергамент, чтобы он... Не пригорал. Да, не пригорал. Не пригорал, не прилипал. И на пергаменте мы их все очень красиво разложим. Пожалуйста, Семен. Так, пергамент. Так, чуть-чуть мы маслом обмажем этот пергамент, чтобы он не пригорал. Любое масло тут может подойти подсолнечное, оливковое. Ну, естественно, у каждого свой вкус. А у вас вообще есть любимое блюдо? У меня любимые блюда в основном мясные. Ну, мы якуты вообще все... Скорее всего, да. Куда мы без мяса, да? Да. И сюда мы очень красиво разложим. Кабачки наши. В один слой? Да, в один слой. Это будет... Вот таким образом, летний вариант. А вы готовить вообще любите? Да, я люблю готовить. По возможности. А есть какое-то коронное блюдо у вас? Коронное блюдо? Может, вы готовите его на семейных праздниках? Да. Есть, у богатого в рулете. В рулете? Да. То есть тонко нарезаете и такие рулетики делаете, да? Так, теперь берем мы фарш. И? И сверху тонким слоем тоже, да, вот таким образом. Сверху второй, да. Остальные овощи я пока разложу. Второй слой. Теперь мы берем огурцы и тоже сверху, чтобы, да, мы большое возьмем, чтобы кругляшки подходили тоже. И помидоры таким образом тоже. А, ну то есть фарш кладется вот именно вот так, да? А, я думал, просто works и все, нет? Красиво будет и, естественно, удобно есть. А, ну то есть это будет как порционные такие, да? Да. Ага. Итак, мы остановились на вопросе про вас. Вот вы родились, начали громко кричать. Что было дальше? Дальше я выросла, училась в Харалданской средней школе и школу закончила в Чищемахской средней школе имени Серафима Кулачикова. Дальше поступила в Уральскую консерваторию имени Мусоргского. Мне кажется, она самая лучшая. Да, одна из лучших вокальных консерваторий. Ну вообще профильное именно музыкальное образование одной из слабых лучших считалось. Вокальные. И считается до сих пор. Да. Ну Седловская же, да? Вы правы. Потому что там школа итальянская по вокалу. И естественно, с этим дипломом я до сих пор связала свою жизнь с музыкой. А сложно было поступать? Очень было желающих. Много. Ну я думаю, что конкурс огромный, да. Огромный. Не было страха, что вдруг не поступить. Конечно, был. Да, да, и тем не менее. Тем не менее, я еще опоздала на вступительный экзамен. Я посмотрела это в объявлении, как раньше было в газете. И была мечта. Да, даже интернетов не было. Так, сверху мы таким образом. Да, Семен поможет. Вот так у нас огурцы. Можно посолить, чтобы был вкус. Ага, чуть-чуть. Да. И посолить сверху. Теперь помидоры. Тоже? Да. Берем помидоры. Сверху тоже кольцами мы. А были какие-нибудь сомнения, что, что? Ну вот, я веду вопрос к чему. Ну то есть, вы вчерашняя выпускница, да? Ну то есть, решили свою жизнь связать с музыкой. Были какие-то варианты, может быть, другие? И как родители к этому, может быть, отнеслись? То есть, вы сказали, что будете петь и все. У каждого человека всегда есть вариант. Да? Да. Я про это, да? Ну то есть, что на тот момент вы чувствуете? На тот момент мои учителя сказали, что из меня получился бы очень хороший филолог якутского языка. Потому что... Ну то есть, и тата, и родина, и сама себя. Да. Но я выбрала путь. Ждем? Да. Вокалиста. Да. Тоже посолить, поперчить по возможности. И мы, чтобы не пригорало, сделаем с майонезом. Чуть-чуть-чуть-чуть. Да. Ну и для вкуса. Да. И вот таким образом. Потому что это же все равно же, скажем так, шаг в неизвестность. Конечно. Получится, не получится, и тем не менее. А родители что сказали? Скорее всего, каждый выбор делает сам человек. Я сама, уже не спрашивая. То есть вы... Да. Сделала свой выбор. Отличались сильным волевым характером? Чувствуется, да? Да. Ну как мирно висит, практически из... Ну, не побоюсь этого слова, из глухомании, из какой-то деревни. Раз, и сказали, я пойду туда и буду учиться на вокалистов лучшей консерватории Советского Союза. Да, это была хорошая заявка, я думаю, для себя. Ну да. Да. И я сделала это. Ага. Потому что я была уверена в том, что у меня все получится. Откуда такая вещь? Я не знаю, где-то что-то. Где-то, кто-то как будто ввел и... Подсказал, да. Все как будто так сложилось еще. Очень интересно сейчас, если подумать. Вот это у нас печень, да? Да, и в духовку с укропчиком мы все это отправляем в духовку. Тем более, что вы говорите, что опоздали на экзамен. Сейчас, да, я думаю, что... Сказали, а почему вы так поздно пришли, так сказали? Сказали. Ага, а вы? Я сказала, ну послушайте меня, пожалуйста, как в фильме Фроси Бруглакова. Приходите завтра. Смотри, как я могу. Да. Ага. Ну, пожалуйста, говорю. Послушали, и... Кого-то чик, а вас чик, да? Или как? Ну, естественно, там смотрели, как учится человек. Аттестат очень помог-то уже. То, что мои учителя во мне вложили, все это пошло на пользу. Ну, то есть вы одна поехали родители? Конечно, одна. А, да? Да. Ага. Ну, то есть по-русски умели общаться. Потому что я про себя опять же говорю. Все, и в духовочку. Когда я поступал в университет, я по-русски не мог говорить. Да, я тоже из деревни. Ну, или я мог, но думал, что не могу. Или мог? Сейчас я бы так не сказала. У вас отличная дикция. Спасибо большое. Многие так говорят, да. Ну, то есть как бы... Отличный язык. Нету этого, да. Но опять же какое-то стеснение. Ну, вроде знаешь, но все равно же тяжело. Это говорит о том, что человек в любом случае может трансформироваться, меняться, учиться и развиваться. Я как физик часто говорю, что какой-то такой, когда тяжелая ситуация, человек либо делает какой-то такой некий квантовый скачок, раз, на другой уровень, и ты говоришь, нет, я сегодняшнего дня такой, оказывается, я сейчас могу. Могу. Очень уверенно, здорово. Да, уверенно. Да, какая-то такая уверенность внутренняя появляется. Ну, и плюс, скорее всего, и в вашем случае, это некий такой юношеский максимализм. Да, это было. Когда внутренне, изнутри прет, и ничего не знаю, я все могу. Конечно. Даже? Конечно. Так, расскажите про учебу свою. Вот вы поступили, вас послушали, и что сказали? Сказали... Браво берем. Нет, не браво, конечно. Там получилось из всех улусов, да, из всех улусов приехали преподаватели, доценты этих музыкальных учреждений, да, и, конечно... А поступали здесь или были? Да, поступали в Якутск. А, в приемной комиссии здесь было? Да, они приехали, да. Ага, ага, ага. А раньше же так было? Да, потом много же талантливых детей. Само собой. Да, тем более, я думаю, в нашей республике очень много поющих людей. И получилось так, что в самый последний момент я поступила на это отделение вокальное. Ну, то есть последнюю ступень проходящего вагона. Упорство. Нет, не вагон. Вагон, я думаю, это не вагон, это начало жизни было. Ну, я имею в виду, часто говорят, последнюю ступеньку уходящего поезда вы запрыгнули, получается. Ну, это так говорят. В жизни совсем другое. И, конечно, я ни капельку не пожалела. Нет, ну, это была ваша цель, конечно, да. Это помогло мне вообще в жизни, в личной жизни даже, да. И, конечно, саморазвитию. Да, потому что вы сразу для себя поставили, скажем так, максимальную планку. Вы же могли и на другое учились, и, может быть, на другое учебное заведение какое-то взять. А вы нет, только в уральской консерватории, и все, ничего не знают. Да, целенаправленно. Целенаправленно, да, потому что вы как-то так, и как учились. Учились хорошо. Вам объявили, что вы вас приняли. Да, нормально учились, 7 лет пролетели незаметно. 7 лет? 7 лет. А почему так долго? Потому что там подготовительный курс еще был. Я думал, и медики так долго учатся. Вокалисты тоже. Институты 4 года, университеты 5 лет, медики непонятно сколько, всю жизнь говорят. Вокалисты. Вокалисты тоже, 7 лет. И думаю, что вокалисты всю жизнь учатся. Да, самосовершенствование, конечно, да, она безгранична. Даже лучше на повороте говорят, до конца жизни все время что-то там новое придумал, новый голос и все прочее. Ну вот, 7 лет вы получили тепло. Что вы ощущали? Радость, счастье. И такое ощущение, что у меня внутри, я сейчас даже помню, как будто что-то огромное такое, ну, как в виде шара что-то тут произошло тепло. Ну, любовь, скорее всего. Скорее всего. Внутри есть. Это такое чувство было, что, а, вот так я стояла и даже вот тепло с диплома даже вот. А там же есть разные направления, да? Да. Оперные, наверное, да? Инструменты, народные. Да, народные. Духовые. Да, а у вас какое было направление? Вокальное. Вокальное? Чисто вокальное. Так, а вокальное распределяется, разделяется? Разделяется, да? Оперный. Оперный. Да, оперный и концертный исполнитель. А у вас? Так, и есть. Концертный. Ага, и потом делаешь свой выбор. Ага, куда пойти? Да. А почему на опер не пошли? Потому что я всегда знала, что я очень люблю свой родной язык. Народный. Да, и всегда любила наши песни, и думала передать через свой голос красоту наших песен. Всегда знала. Ну, то есть, опять же, это был целесправленный выбор. Да. Так. Семь лет пролетели, незаметно. Самые лучшие годы, вы, кстати, так считаете? У меня все годы самые лучшие. Да, нет, но с возрастом, ну, вот, оглядываясь назад, многие люди думают, что вот, ну, самые безбашенные, самые беззаботные, самые осознанные время, когда вот было максимально круто, это именно студенческие годы. Ну, с особой теплотой принято вспоминать для вас. Студенческой? Студенческой, да. Да, да, потому что школа, это, ну, как бы, ты под крылом родителей, немножко, как бы, еще свободы внутренней сильно нету, а тут студенческая, папиного, маминого крыла вылетел, споркнул певетенчик, и вот студенческие годы самые лучшие считаются. Ну, многие вспоминают так. Скорее всего, да, но я, наверное, не многие, потому что я это принимала, что это скоро закончится. Я всегда была самостоятельным человеком с малых лет. Поэтому у меня, да, нет, таких, у меня каких-то мыслей даже не было, что, как бы, это свобода, это что-то, нет. Да? Скорее всего, нет. Многие же ждут, что, скорее бы, скорее бы, скорее бы, скорее бы, от маминого дома, от родительского дома. Я, скорее всего, хотела стать, ну, как-то вот взрослой, поскорее, ну, что-то вот такое. И самые лучшие годы, многие говорят, оглядываясь назад, да? У меня такого нет. Я иду только вперед. И всегда радуюсь даже вот, да, вот даже в этот момент, это счастье. Спасибо, что пригласили, кстати. Мне очень приятно. Да, да, да. Хорошо. С радостью принимаю вашу точку зрения. И вернемся к тому моменту, вот семь лет пролетели незаметно. Я знаю, что, ну, многие относятся, скажем так, немножко несерьезно к тому, что, ну, что, поет и поет человек, подумаешь. Есть такое. Чуть ли не так, да. Ну, я думаю, что вы тоже встречали такое мнение, да, ну, что там, поют. Но я знаю, что пение – это очень тяжелый труд и, ну, чуть ли не адский, потому что свои, не только подковерные и все прочее, ну, то есть тяжело. Семь лет вы, скорее всего, очень много занимало время именно обучения. Так же? Вы правы в этом. Да. Потому что это все равно надо меняться. Да. Полностью. Внутри организоваться, как вокалист, да, подготовить, да, свой организм. Бесконечные тренировки, как спорт. Бесконечные с утра до позднего вечера, вот эти оперные арии учить, наизусть все вот эти компоненты. Позиции учить, ноты, да. Это, конечно, был труд, но для молодых людей, я думаю, все это позади, зато сейчас в жизни очень даже помогает все. Угу. Да. Ну что же, давайте продолжать готовить. Да, Семен, да, объясни, пожалуйста, ты заложил наш… Да, я уже положил в печь нашу так называемую блюду. Как мы их назовем, кстати, вот, как это называется наше блюдо? Канапе, блюдо, жаркое, второе, горячее. Горячее. Наши горячие. Паршированные кабачки, да. Попробуем ее в духовку, и пока она готовится, что мы делаем? Мы сейчас подготовим летний коктейль. Коктейль. Давайте продолжать. Приступаем к летнему… Коктейлю. Коктейлю. Да, понадобятся яблоки. Яблоки, киви, бананы я сегодня взяла. Это надо все почистить, да? Да, все почистить. И просто они уже помыты полностью. Угадайте, кто вам будет помогать. Вы? Нет, ну, то есть я тоже могу. Я могу банан почистить, если… Да, если да. Ну, чтобы я тоже… Кожуру убрать. Принял участие. И все эти лишние мы убираем просто. Они уже помыты, готовы. И потом мы пустим их. Вы не против, если коктейли будет не два банана, а полтора? Шутка. Можно. Шутка, шутка. Итак, семь лет закончились. Вы закончили консерваторию. Что вы делали? Что вы сделали, точнее? Как сложилась судьба ваша в дальнейшем? Так как я хотела быть певцом якутских песен, я поступила на работу в театре Срады. Сразу? Нет. То есть вас сразу приняли? Да. Когда такое решение я приняла, меня приняли. И начала очень… Нет, ну с другой стороны, у вас диплом уральской консерватории, конечно же… Но дело не в этом даже. Даже? Да. То есть могли бы и не взять? Да, могли и не взять. Потому что… Ну, тогда я так думала. Ага. Нет, ну как? Потому что… Ну как, уральская консерватория, это все равно, что МГИМО или МГУ. Переключиться на эстрадный план, тоже в поисках своего голоса, это был огромный труд. Тоже интересный подход найти. То есть поиск самого творческого себя. Да, чтобы зрителю было интересно, тоже очень интересный такой момент в жизни был. Даже так, да, оказывается? Да. Найти себя, то есть, да? Найти себя. Да, и я начала с песен своих земляков. Очень интересные песни мелодисты, когда пишут. Некоторые они остаются, некоторые как бы забываются же. И стала работать в этом направлении. Потом далее я уже по улусам, когда гастролировала, слышала очень интересные тоже песни. Всегда начинала работу с авторами, если они есть. И все эти песни я в жизнь как бы пустила, чтобы много зрителей узнали. Стала делать музыкальные видеоклипы. Тогда же не было технологических таких возможностей. Ну да. Это был очень сложный труд. Ну да. Да. Скорее всего на пленку даже снимали. Да. На ленту я имею в виду. Есть, есть такое. Да, нет. С крыльевых носителей не было. Да. Вот. Но не так уж, такие камеры уже появились, нормальные. Ага. Питакл. Да. И я начала с талантливых мелодистов. От Аттинского улуса Михаил Варламов, Мария Большакова-Саная, первые мои песни Иевер, Джил Тюрт Кеме. И Иевер, которые очень, ну как бы, были близки. Вам по духу. Да. Да. Ну то есть. И зритель тоже. Как проходит отбор? Ну то есть вы приходите поэту-песеннику или говорите, можно я вашу песню спою или как? Или просто берете и начинаете петь? Нет. Я не говорю можно. Ну как бы, да. Если даже я песню написала, кто-то возьмет, это будет счастье. Потому что в другом исполнении это звучит совсем по-другому будет звучать. Когда пришел момент выбора... И блендер. Поставили? Да. Полностью. Момент выбора творческого псевдонима. Что он означает? Псевдоним мне придумали замечательные наши талантливые писатели в лице Василия Николаевича Протодьяконова, который автор песни Нюргуннар. Ага, вот эту песню он написал. И я долгие годы... Многие поют за столом. Не только за столом. Она как визитная карточка. Она практически уже как народная песня. Да, визитная карточка. Многие, может, даже не знать, кто это автор, но многие... Ну, все знают в Якутии. Конечно. Вот это и есть песня, которая пошла. Из уст в уста. Да, конечно. И песни также должны, думаю, жить по-своему. И, конечно, Василий Никитич Протодьяконов и Елена Васильевна Слепцова-Корсуннах, народный писатель Якутии. Мы поехали на гастроли. И так получилось, что у меня был ребенок маленький, грудной тогда, второй сын. Ему было месяц. И я все это бросив ради выступления, согласилась на эту поездку. И он сказал, ну, когда узнал об этом, и говорит, о, вы же настоящая мать, да? Как мама, которая вот и работает, и кормит детей ради своего ребенка. Да, все равно же это взаимосвязано. И сказал, надо вам псевдоним Хотун, да? Орлы. Я, орлы, я вижу, говорит он. Орлы, это как... Что означает? Означает... Я не знаю. Вроде я якутин. Ясноглазая, да. А, да. Орлы. А, орлы. Орлы. Орлы, чикарен, говорит. Орлы, чикарен, ага. Вот, он как бы по-мужски посмотрел чисто, как, ну... Хотун это женщина. А Хотун это мать, семейство. И так получилось, что там кроется первая буква Харалда, но где я выросла. ХА. А, все. И вот так мне совпали какие-то многие эти. Совпали, да. Поэтому у этого псевдонима, я могу с честью и с гордостью сказать, сегодня назвали Василий Никитич Шпортодяконов и Елена Васильевна Слепсова-Корсунах. Да. И вот так она осталась. Круто. И вы вообще, скорее всего, не раздумывали, сказали, а, все, принимай, я буду теперь. Я раздумывала. С сегодняшнего дня. Ага. Я не использовала два года где-то. А. Ой, Хотун, Орлы, это как-то, ну, взрослая, это очень ответственно, думала. Ага. И потом, оказывается, когда песни приходят, тоже вот такие же песни пришли. Очень серьезные такие, чтобы осталось в памяти, да. Тем более по голосу уже как бы тоже все стало подходить к этому псевдониму, я думаю. Ага. Вот насчет песен, да, насчет репертуара. Говорят же, для певца, вокалиста очень, ну, огромное счастье, если приходит какой-то песня, которая, ну, становится чуть ли не визитной карточкой, ну, хит, да. Ну, это просто божий дар. Как в вашем случае? Как вы выбираете репертуар и как вообще песни? Сами вас находят? Вы находите песни? Как происходит вообще это? Песни, скорее всего, находят меня. Вот я про это? Да. Очень резко, некоторые даже, скажем, через сон пришли. Ммм, по сне. Я даже не знала, да. Мелодия идет, идет, и что-то там происходит. В общем, стихи находишь. Например, я в долгое время еще познакомилась через книги все это. Не обязательно это вот глаз на глаз, да? Ну, да, да. Очень интересный такой путь, и нашла поэтессу для песен именно, как в песнях, да, Надежда Андросова Айтылы и Хартына, вот эти песни Джолу Могом, которые я написала мелодии, это все как авторская мелодия идет, на ее стихи Сахаджахтарад там и многие другие, естественно, пришли как-то очень интересным образом через сны, через какие-то вот внутренние такие изменения. Ну, то есть, как и в любом творческом вопросе, присутствует некая мистика, некая эзотерика, да? Скорее всего, что-то, да, мы же дети природы. Ну, да, 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 тем более мы... Вау! Вау! Тем временем, Семен, где-то это взял, хотел сказать, шутка. Все время шучу, но ладно. Все, и теперь надо блендером. Да, я думаю, что надо попросить Семена, потому что я сейчас боюсь что-нибудь это. Хорошо. Забрызгать всех. И туда стакан воды, пожалуйста, подготовим. И возьмем сегодня мед. Мед у меня сегодня именно местный, жатайский, очень вкусный, полезный, натуральный, без сахара. Так, ну, это я могу и без Семена сделать. Нет, сперва мы пустим это. Еще раз? Сперва фрукты самих надо, а потом вода и мед. И мед тоже позже, да? Мед тоже есть. Пока откроем, подготовим. Да, это местный мед без сахара. В смысле? Натуральный мед, без добавления сахара. Хорошо. Да. И туда мы возьмем, это по вкусу бывает, поэтому 2-3 ложки возьмем сегодня. Сюда? Да. И это все? Все. Ну, это как коктейль, не молочный? Это летний коктейль. Молоко ничего, ничего не добавляем. С медом. Он очень полезный для организма. А, вот так вот. Все? Неужели все? Да. Я думал, до конца переноси будем. Стаканчики. И сейчас уже разливаем. Там трубочки. А, и трубочки? Да. Три штуки. Все? Есть, есть у меня. Нет, тарелки там. А, да. Трубочки. И получается такой. Да. Смузи. Коктейль. Летний коктейль. Вот так вот. Вот этот. Ну, это уже можно в сторонку. Это очень вкусно. Я уже понял, мне палец капнуло. Так, теперь мы для тарелки уже подготовим это. Для красоты чисто. Ага. А для... И салата. Для сервировки, да? Да. Чисто быстро. Да. Нарезаем. Да. Ага. Вау. Я даже не заметил, что так время у нас прошло, что... Быстро, да? Да, быстро, 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 раз раздамки. Что часто за беседами так и не заметишь, что так быстро время пролетело. Так. И укропчик где-то был. Укропа. Укропа. Вот так как-то. Понятно. Так. Все. Берем, 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 берем. Это я могу чуть-чуть в сторонку убрать. Так вот. Мужчины должны есть. Много. Много. А то и мужчины. Ну, с другой стороны, все время говорят, что нельзя переедать. Нет. С чувством легкого голода надо покидать стол. Или как? Нет, нет. Пока человек живет, тем более мужчина, он должен кушать. Организм же берет свое все равно. Много-много все равно не возьмет. Давайте покажем крупно, что вот это получилось. Не, ну действительно вообще красотища. Красотища неописуемая. Вот так все. Супер. Берем. Ну что ж, друзья, любимая часть нашей передачи это, собственно, поедание. С чего предлагаете начать? Может, скажем, приятного аппетита? Ну нет, мы с вами говорим. Приятного аппетита давайте мы пожелаем друг другу. Да, приятного аппетита. Попробуем, что у нас же получилось. Шеф-повар у нас сегодня Семен. Очень вкусно. Как часто мы говорим, просто вкусно. Вы же говорили, что это подойдет и на завтра, и на обед, да? Да. Сытный, сытное такое основное блюдо получилось. Лена. А вы кушайте, кушайте. Я знаю, что вы много гастролируете. Нашу всю республику, Россию, практически всю объездили, да? Наверняка много историй. На гастролях бывает, да? Какие у вас творческие планы? О, на гастролях, кстати, насчет на всю республику. Ну, я была во многих, действительно. И один случай запомнился на всю жизнь, который до сих пор у меня даже сердце захватывает. Мы попали в Пургу, в Булунском Лусе. В Тикси поехали на гастроли. И попали в 9-дневную Пургу без связи, без еды. На четырех машинах Урал. И этот момент меня действительно тогда, ну, чуть ли, скажем, стресс, да, получил огромный стресс. Вы попрощались со всеми мыслями, так, нормально. А для жителей это нормальная жизнь. У них нормальная, да, а вы-то думали, что все, уже каратец. И это был самый такой запоминающийся, ну, путь, да, скажем, в песне. В песне. И после этого я стала еще ценить свое творчество. Поэтому впереди у меня много планов, все равно. Все, многие мои слушатели, кстати, сегодня, пользуясь случаем, я благодарю всех, кто меня приглашает. И, естественно, следит за моим творчеством. Все, многие просят сольный концерт. И, возможно, скоро это будет. Ну, что ж, да, действительно, тогда у нас есть такая добрая традиция. Вот пожелания для наших телезрителей, но вы уже раз уже сказали. И еще раз вам, Елена, огромное спасибо, что были гости нашей передачи. А еще раз я для наших телезрителей скажу, что у нас сегодня была в гостях вокалистка, мелодистка, автор песен. Отличной культуры нашей республики, заслуженные деятели искусств России, Елена Старостина, хатун, орлы. Елена, еще раз спасибо. Семен Тарбахов и я, Петр Цпандин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте. А мы, кстати, да, коктейль не попили. Попробуй. Да, обязательно попробуем. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Субтитры делал DimaTorzok